хэй йоу гэй с вами шмяки и мы продолжим проходить игру под названием мессенджер как я говорил я не что на туда где последняя печать я понял как ее достать до нужно было просто таким вот способом забрался наверх а вот дальше уже помощью ракет а это мне нужно запустить механизм и успеть ай а не сложность в том чтобы туда залететь она плевать все последний кусочек силы готовы готовы ребята узнать что же в этом заветном сундучке он даже сияет ну что посмотрим ты получил вращающий стюрикен чтобы максимально продлить его действия постараться его не лан не ловить взять обычный стюрикен а а а а а нифига себе нифига себе да а вот орудие новое какое так у нас осталось получается одно с вами еще зернышко где-то это пятнышко зернышко так нужно к этому тогда пойти поговорить с ним сюда нужно корону вставить по ходу до короля а нет 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 а тебе нравится это большой портал вообще-то он довольно жуткий после долгих лет исследования я понял что один из предметов которые нам необходимо получить находится в этом самом будущем которые мы пытаемся предотвратить если мои расчеты верные портал откроет тебе отправить тебя туда но для этого мне понадобится реликвии пропитанной демонической магией без б корона бездна взглядывает в тебя взглядывается взглядывается в нее да давайте в нее вглянем что за бездна что за бездна и туда и сюда у нас уже как по идее конец вау что это за место я ощущаю здесь присутствие своих сестер и попрятались в страхе а они попрятались в страхе я позову их и и они смогут помочь тебе пересечь эти дороженные земли ух ты шьё искаженное будущее нифига башня времени искаженное будущее там внизу какой-то червь огромный заброшу щупальца цинтакли там людишки падают с неба ула в дребезке просто разбита о о о о о ничего себе так так отлично ладно понимаете где тут дырки а где нет какая дорога безопасная какая нет так ох не нравится мне это все тупик а выключать я вас могу бф и куда мне идти а а все вижу проход проход я вижу о давай быстрее а херова да будет и действие туда упаду а 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 love а а а а блок какой-то прекрасно выглядит прикольно именно карта искаженное будущее выглядит классно сломай на всякий случай нота последняя нота огромный тентаклей земли ты получил ключ храбрости эта нота является только тем кто отважится опуститься в бескрайние неизвестность и она понадобится тебе для создания создания мелодии снимающие проклятие ни хера себе махина страшно вырубай можно ускориться нет а я отсюда начинаю а что ты пугаешься слышь демон это не должно здесь быть страшно почему он забыл гонится блять страшно 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 что я не успел каеф он меня все равно догонять по скорости блин блин кто что мне главное понять как там пройти здесь они через низкий вариант что он меня просто сразу вначале съел это че ты 3 быстрее быстрее бля не ну это махина просто здоровенная почему он меня догоняет так начал ты держишь меня в напряжении а мне все равно это ничего не даст скил он все равно он ускоряется тоже пожалуйста быстрее быстрее все наконец-то да нет 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 пожалуйста ускоряйся пипец громадина ухты ты вернулся даже чтобы я еще раз это невероятно что ты нашел мерзость какую даже слова мне описать с ума сойти что-то еще я нашел одну из нот да я знал ты понимаешь что это значит а теперь мы еще не на шаг ближе к тому чтобы снять проклятие да а еще лавочник предстоит целую неделю мыть посуду я выиграл пари спасибо ну ты конечно молодец чел поздравляю и что у ребят у нас в принципе остается в самое последнее это нота поехали последняя нота и вот наконец мелодия завершена так и что дальше черт его знает что мои знания ограничивается пророчеством она заканчивается с сбором всех нот ну кто-то я же должен об этом знать действительно храбрый гонец голове нашего ордена пора разыскать рассказать тебе о происходящем проклятии я скоро вернусь надеюсь дело важно узри мелодия завершена невероятно неужели делок наконец отблизится концу я составил мелодию не знаешь что дальше не знаю что даже что же полагая это будет только справедливым ладно я официально прощаю тебя за твои слова а и о том что моя лавка не похожа на лавку что в день нашей первой встречи я был так рад что могу показать тебе это место а потом ты сказал что это что на лавку она не похожа и ты все это время отаял обиду я просто поддерживал беседу конечно впрочем неважно теперь этап позади ты право ты продвинулся дальше вперед и сейчас самое время рассказать тебе что происходит на самом деле вот много миллиардов лет назад в облачен так в облаках жили цивилизации гигантов защищающих мир от не неведанных сил типа гигантами в дубоке века проходили в полной гармонии но однажды в мире случился наводнение и оказалось не в силах помочь гиганты были вынуждены беспомощно наблюдать за происходящим не пострадал лишь один блачок земли но человечество способно приспосабливаться ко всему выжившему собрались вместе и построили огромный храм где надеялись вновь обрести смысл жизни времена были беспокойны и вот и в ответ на мольбы людей гиганты вас возглавили невероятная пара возглавила невероятная пара а дома ела и билетус она обладала дивным голосом и потусторонним умением создавать очаровательной безделушки и звали музой а он стоический бесстрашный и загадочный был неизвестен как фантом здесь 10 лет пролетели в отношении так относительная стабильность и но вдруг небеса озарились алые вспышки словно кто-то объявил войну небесным гигантом гигантом демонов и здесь и действительно армия демонов уничтожившие мир обнаружили землю людей защитники человечества оказались на грани вымирания и муза и фантом вели вместе приготовь велели приготовиться к неизбежным что-то там армия демонов оказалась слишком сильной храм был захвачен а муза погибла пытаясь защитить свой народ едва сдержавшись слезы фантом оставил так оставил себе на память ее последний твор варенье музыкальную шкатулку оставив храм во власти короля демонов он повел последних выживших представителей в своей расы в западной оконечности острова короче тогда мы соли ниндзя до последнее противостояние оказалось успешным и и лев своему народу восстановить постройки и остаться в укрытии фантом решил испытать удачу сейчас лицо фантома покажут ослепленный яростью он устремился к храму в без безрассудной попытки одолеть королева короля демонов короля но в конце концов как мы поняли он его не одолел а мы зато его одолели король демонов оскорбленные столь дерзким вторжением выбрал для него наказание куда страшнее смерти осквернив на напоминание о любви фантома демонической магии он правил превратил музыкальную шкатулку оковы для всего человеческого мира и каждый пятьсот лет ему представляла возвращаться и мучить людей пока они не остановят надежду и не сдадутся перед лицом гибели фантом был вынужден носить проклятую маску которая лишала его разума и держала состояние вечной боли заключенный и в музыкальной шкатулке он вынужден был вечно играть на органе чтобы не дать маги реликвии умереть находясь в тюрьме как телом так и душой и на он должен был поддерживать проклятие наложены на его после наследия но воля фантома власть сильнее и в редкий проблем так проблески здравого смысла он все лучше пострел постигал суть демонической магии борьба с проклятыми пред предстояло раз растянуться на века и его народу необходимо была возможность поддержать связь поколений это он типа светок создал который на самом деле оказалась карта решением стали путешествие во времени свои последние вспышки здравого смысла он создал свиток надеюсь его достаточной силой чтобы обучить его носителя магии времени прежде чем окончить чтобы окончательно потерять разуму он перенес свою последнюю надежду свиток и вы укрытие своего народа вскоре люди поняли что свиток позволяет им видеть страшные явления вещи которые недавно не дано постичь никому ура никакому разуму лишь изредки у храбрых искателей приключений обнаруживались достаточно сил чтобы принять свиток их назвали гонцами ниндзя викинги лучница с нашего времени замечу робот благодаря своей способности про и проникать в посредство времени разрывы они могли попасть в пустоту безопасное место за пределами времени вскоре там и в действии в идеальном месте встреч встречи на этой бесконечной войне собрались гонцы всех времен но как оказалось встречи с товарищами из будущего или даже с собственными альтернативными версиями для многих было опасным после нескольких случаев когда менее развиты гонцы впали в шок остальные решили скрывать свою внешность так был основан орден синих мантий а члены ордена собравшись вместе построили для себя штаб-квартиру башню времени в каждой цикле проклятия появляется свой чемпион который вступает в орден после того как передавил передавал свиток новому гонцу но мы свиток уже передали по идее мужику с автоматом но мы вернули благодаря поддержке синих мантий попро по прошенстве множество циклов музыкальную шкатулку удалось унести из-за прошлого храма и несмотря на то что реликвия оказалась слишком сильной чтобы ее уничтожить тот день все обрели новую надежду обрели новую надежду ну давай давай загадочные силы мира стали материализоваться форме магических нот это большая медведица изображена нет и когда одному с особенно одаренному гонцу удалось собрать две из них родилась идея достаточно безумной чтобы сработать если бы ему удалось создать мелодию способную снять музыкальной шкатулки защитные чары ганец мог бы войти туда и спасти фантома изи мы собрали он создал да теперь она твоя я точно не знаю что ты обнаружишь в этой музыкальной шкатулке но если у нас есть и есть шанс спасти фантома то вот он быть на чаку его разум подык подготовил для тебя множество возможных ловушек удачи тебе музыкальная шкатулка так и манит готов ли ты своему последнему испытанию ганец да принципе мы уже все сделали поэтому погнали ради этого будет у нас финальная серия паин и начал серьезно ряса рейс сейчас я сразу врублю карту если она не будет работать значит вы обратного пути у нас нет у каев выпаду я карту сломал музыкальная шкатулка блин да нифига музыкальная шкатулка музыч классный ты полетели ой 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 так у нас тут какие-то трубы появились ладно не беда поехали я не знаю насколько это делал опасно уехали ой 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 я щит не убила да ладно ты у меня что одна жизнь хотя бы сохранял к есть ой 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 серкинчик какой маке допустим ой 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 Mm я должен был это сделать у я могу вернуться и серьген вернуть мне что-нибудь нужно там не нужен чат текущая локация это часто стал это моя последняя возможность покончить со всеми и завершенными делами вперед великий финалом а клока лягушки водопроницаема наверное да именно как о чем ты говорил есть у тебя что-то рассказать последний сорина опасно шока ну конечно слушай шил был один мальчик застрявший в колодце никто толком не знал как он туда там оказался люди предполагали что он упал туда во время игры или же его кто-то столкнул на самом деле он прыгнул туда сам много-много лет он проверил в колодце после примет так примите ночах и чувствовал себя совершенно нет мира сего он ощущал огромное желание поделиться своими идеями окружающими но когда он нарос его так часто стыдили что он сломал сломался поэтому он решил что у колодец и идеально подходит ему это было укрытие где он мог оставь на оставаться наедине со своими историями так что никто не смеялся над ним не осуждал его это безопасная жизнь и выбыла без бесцельный но зато он был надежно защищен от возможности неприятия его общества как-то раз когда он предавался ролевым играм в одиночестве полосы заглянул стране и что это происходит любопытством спросил он намереваясь присоединиться к игре он ничего о ничего простите за шум ответил мальчик и за этим на протяжении нескольких недель из колодца не даст они доносилось не звука терпеливый и полный сочувствуем странник все это время просидел у колодца он уже принял решение но сделала все что столько потребовалось чтобы вытащить мальчика из колодца и дать ему возможность делиться своими историями с миром пламя творчества в середине мальчика оказалось гаснуть и со временем он снова начал играть и тогда путник очень очень осторожно возобновил общение с ним говорил о том как занимательной его истории и повторять что мальчик ничего стыдиться очень медленной между ними все-таки завязалась дружба основанная чистых намерениях и доверия попрошу по прошествии несколько месяцев странник и мальчика уже сидели в колодце вместе вместе делись историями колодец она его совсем более приходом для жилья и в него начали заглядывать прохожие мне кажется мне кажется послушать твои истории хоть хотелось бы и не только мне однажды задумчиво произнес старик старик слишком боюсь выходить ответил мальчик ничего завершил его странник дает знать когда будешь готов годы шли воображение мальчика становилось все более сосредоточенным и и его мысли истории сформировали целый маленький мир и однажды он решил рискнуть построить собственный мир и показать ему всем ранник мог ему помог ему выбрать марки хиллеп мальчик поделился своим идеями с примесленниками владеешь и всеми видами мастерства и он заговорил жил загорелся желанием помочь ему в строительстве собралась маленькая команда и он стал настраивать писателем не очень хотелось бы сказать тебе что в дальнейшем его ждали слава и богатство но полагаю ты понимаешь что все это затеялось совсем не для этого марки с целым марки эрик марки 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 филипп джин лусь марки карбарки самым паркс как о чем мы это а я умею сейчас такой вопрос это были разрабы по идее да ладно погнали опять здесь музонщик годный так окей ай-яй-яй горячие трога ловушек нету конечно нету ай-яй-яй а сейчас очень сложный момент ладни сочин не очень ладно чуть не тупанул уа каеф ай-яй-яй ай-яй-яй кешкала ладно вот сюда не так сильно давай открывай мне ворота ой-яй-яй-яй ой-яй-яй ну все то мы приступим я больше думаю ничего такого не расскажет давайте до конца уже дойдем я думаю тут не так уж и долго хотя ладно это последний сереж почему бы уже не закончить а так вы тоже здесь так передвигаетесь прикольно а 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 ха-ха-ха а а а а а а а Готово. А хранялку мне не дали. Ух, сохранялка. Я ее хотел, я ее получил. А, в принципе, на этих даже платформах не сложно. Не сложно. А, сейчас, думаю, будет сложновато. Да нет, нормально. Главное не спешить, и все будет ок. Блин, цурикен, не знаю, хороший ли этот, или нет. Так, окей. Отлично. Давай, 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 давай. Ай-яй. Неумышленный урон. Не, я, вот это вот ложность, я понимаю, допустим, ладно, если бы я нему перепрыгивать, ну. А, 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 вот здесь. А, вот здесь. Какая же фигня. Ай-яй, а если здесь что-то сейчас будет, я сдохну. А, вот здесь, да, окей. Да, прикольно сделано. Ай-яй. Уф. Стоять. Ай-яй. А я могу от стенку просто. Не, все, сложность пропадает. В разы. Эх. В разы сложность пропала. В разы сложности пропала. Сложность в разы пропала. Так, сохраняемся. Готово. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ту-ту-ту-ту-ту. Заново. Черт. Ну ладно. Так, готово. Так, ящик раз. Сложность в путешествии? Ага, ясно. Не вижу сложностей. Просто заходим, если у него чат не светится, выходим. Завод – это не светильник. Пожарим, кто-то. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Абер с-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. не вижу сложностей здесь видите платформу вот эти вот показаны вот да куда она будет а на принципе отсюда от проиграть а Ай, 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 ай! Так, окей! Отправились, но видите здесь за сколько ходов он допустим до туда дойдет. Зараза, косно у меня. Мне-то несложно. Блядь. Блядь, блядь, принесло. Нисколько не бежать. Ой, фух. Все? Все. Сохранялку, пожалуйста. Сюда долго бежать. Спасибо. Ну я буду, короче, мешать. Допустим, метательный, да? Вот этот сюрикенный, обычный. Поехали, босс этого уровня. Кажется, я слышу мелодию фантома. Да, время пришло. Что-нибудь посоветуешь? Прости, мы знаем одно. Проклятие в нем по-прежнему очень сильно тебе придется делать самостоятельно. Удачи тебе, гонец. Ну что, поехали. Думаю, за до 50 минут мы успеем все сделать. Так как у меня есть сюрген улучшенный. Гость, должно быть, меня снова преследует видение. Как ты? Я не желаю тебе зла. Намерение мало, что значит. Моя мелодия должна прозвучать. Так распорядилась судьба. Держал дышать. Кто ты? Получил мое послание. Ух, как ты смеешь вторгаться сюда? Я пришел, чтобы помочь тебе. Я пришел, чтобы помочь тебя прокляли. Проклялись, значит, все это правда, да? Все правда, верно. Но ты можешь покончить с этим прямо сейчас. Сними маску. Но это нелепо. Сейчас я расправлюсь с тобой. Я тебе не враг. Это ведь ты создал свиток, верно? Невозможно. Сколько выше времени прошло? Кто-то действительно получил мое послание? Довольно. Ты заплатишь за предательство. Послушай меня, фантом. Прошлое много веков, но люди не оказываются. Не отказались от тебя. Ложь, ложь, ложь. Я пришел, чтобы освободить тебя. Я не потерплю этого. Приготовься к смерти, чужак. Так. Поев, да? Заsnит. Ая. Ая. КАСТА. КАСТА. ай-яй это жопа здесь уртен такой себе специфический а в принципе если этого духа зацеплю а уложи мигает вторая фаза ой-ой-ой давай 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 у меня лоха п а я дух не могу трогать почему мне кажется что ты это я это не нарочно делаю сейчас мы попробуем сюрикеном атака прыжок блин я и кажется не успею за три минуты хотя ой блин у меня еще при своим телом цепляет блин дар не мне нужно получше вот дворы на и монотя наглан взорвать для нее лучше обычный сюрикен души обычный ей богу а я и и вот он мне все мне на конца и все он создает опять клонов своих странных я лол чп я лол чп чего ай блин а советую тебя временно от времени заглядывать к лавочку 189 это уже слишком много смертей слушая я щас вот что сделаем я посмотрю сколько эффективно будет вот этот сюрикен дам этот тюрикен просто хорош тем что он не одноразовый но им сейчас здесь честно говоря тяжело управлять ой 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 бараболонка бараболонка все ты мигаешь там он даже не мигает он даже не мигал он только начал мигать да тут тюрикен был получше аев нужно бежать а я от хил там был все таки елки-палки а теперь мне нужно во 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 вы думаете это льфо это ни хера не льфо А он уже сильно мигает Главное еще не просрать Отлично все Да, тут С Турки, наверное, наносили побольше дамага Спасибо, я Музыкальная шкатулка Нет, все мои воспоминания Любовь моя Нехорошо, уходим отсюда Я очень надеюсь, что они Что они Сделали правильно Так Хочется, наконец, познакомиться с фантомом А я сейчас очень Обеспокоен, что если Лавочник не доберется туда вовремя Я так и не знала, что Следовало пойти туда самой У нас получилось Все, наконец, скончено О, это фантом Хочется попробовать пройти мое испытание в башне времени Дай ему немного времени Ему пришло очень Не сладко Но я ждал этого момента С тех пор Когда мне выдали свиток Ты что, не можешь Просто дышать? Ну, хоть разочек Что случилось? Проклятие Энергия маски Я не хочу возвращаться Я не могу Все эти стены Эй, ты в безопасности Не беспокойся Оно здесь Оно хочет снова забрать меня Оно по... По... Никак Оно высвободило и набрало, мол Полную мощь Мы были глупцами В это... В этом и заключается весь план Позволить проклятие набрать силы Пока мы Ведем совершенно бессмысленную войну И окончательно уничтожить нас Именно в этот момент Когда мы решили, что победили О чем ты говоришь? Вы ведь, конечно же Не сдались Вот так просто Может и есть Предложение Я слушаю Все просто Мы должны сделать дело В ордене остались только Мы трое Ты ведь понимаешь Что нам С этой силой не справиться Весь со свитком Когда-то удалось Установить всем присутствующим Так что Все мы сможем сделать дело Слушайте внимательно За мной Сделать дело Ого Вы стали Теперь этим Рысингон Нет, знаете Здесь это Как оно называется Блин, не помню Игра Хайц Короче Уличные бои Либо из Драганбола Вот это Все Саботаж Девал Варвар Дисингл Блем, блем, блем Ого Я мог Демседжес Так Управление Мартин Броу Не, это были Не разрабы Так Благодарность Сталим членам компании Особая благодарность Ого Особая благодарность Сколько людям И спасибо вам За игру Сердечко 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 И тогда Маска разбилась На кусочки А человечность Наконец Избавилась От проклятия Демона Конец Ух ты Вот это Я понимаю Долгая история Ну Ты сам Попросил Я могу Еще чем-то Помочь тебе Не знаю Сейчас Я не могу Позволить Себе Купить Улучшение Что ж Может у тебя Осталась Еще история Ну конечно Вот тебе Еще одна история Ооо Вы понимаете Это значит Он рассказал Все наше Прохождение Да Это он Ему рассказал Дуби Континю Продолжение следует Пипец Это он нам Рассказал Короче Этому путнику Рассказал Чисто нашу Историю Да Как мы Спасли мир Все Туби Континю На Затанном Крыю Готово Все Мы прошли С вами Игрулю И сколько Мы играли Мы играли В игру 12 часов 41 минуту Округлим Короче 13 часов Мы проходили Игру Вау Давайте Теперь я буду Оценивать Игрулю Пока у нас осталось Тут несколько Времени Начну С плюсиков Шутки Есть Есть Прикольный Химплей Есть Есть Сюжетная Линия Хорошая Хорошая Плюс Доп Миссии Есть Все Такое Все Самосвязано Отлично У нас есть Путешествие Между 8-битным Миром И 16-битным Миром Так Так Потом Типа Всякие Резкие Такие у нас Повороты Событий Прикольные Есть музыки Вот это Даже музыка Где У нас Нотка Да Вот Мы подбираем Ноту Прикольную Честно Вот понравилась Музыкальная Композиция Вот так В принципе Не знаю Что тут Прокачка Есть Да Какие-то Вот эти Собирания Чего-то Там Тоже Есть Ну Я имею Ввиду Значки Силы В принципе Прикольная Игруля Не знаю Если я в нее Поиграл И она Мне Рили Понравился В нее Поиграл 13 часов Прикольно В том Что здесь Есть Боссы Боссы Здесь У нас Тоже Как бы Большое Количество Да У каждого Босса Ну Почти У каждого Босса Будем Говорить Правда Есть Несколько Фаст Я считаю Это Классно Тот же Допустим Финальный Босс Когда мы Попали В шкатулку Нам Рассказали Историю Мы Когда нам Путешественник Давно Вот этот Странник Торговец Пускай Это Будет Рассказал Нам Последнюю Историю Про Мальчика В колодце И Я Маленькую Такую Мысль Уловил Что Этот Мальчик Есть Он Что Этот Торговец Есть Этот Мальчик И он Пассейно Рассказывает История Мы У него Спрашивают Но Он Рассказывает История Которая Она Рассказывает Нам Мы Могли Встретить И По Игре Тут Ж Плач Королем Тут Ж Замороженные Родители Которые Были У Нас Во Льду Тут Ж Что Нам Еще Рассказывали Я Уже Не Помню На Сам Той Деле Ну Некоторые Моменты Были Правда Поэтому Как То Так Поэтому Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Комментируйте Всем Удачи И До Встреч Друзья Всем Пока